Попросите сдвинуться сюда, в эту сторону, чтобы там один из тех, кто приходит, тоже садится. А дальше можете? Привет, я так баба, в Омске, желаю нового храна, отношения. У нас фактически три встречи по теме, собственно, семиара, времени так много. Вот я хотел бы озвучить определенные условия, при которых наш разговор будет мутотворным и принесет удовлетворение всем, сердцам предных. Я хочу признаться, что я не чувствую в себе определенной силы какой-то изменить жизнь преданных, изменить жизнь общины. Потому что община, которая здесь есть, Омская община, она одна из лучших в России, может, лучшая в России. И нет смысла что-то менять, предные уже находятся на пути развития духовного прогресса. Здесь есть прекрасные божества, предные заняты самоотверженным служением божества. Здесь есть проповедь, здесь есть очень хорошие предные лидеры. Поэтому свой приезд сюда я рассматриваю скорее как возможность пообщаться с предными и что-то проявить. Кто-то, может, вам поможет, мне также поможет. Поэтому я хочу сказать о том, что не ждите от меня каких-то таких откровений. Я не приехал сюда с чем-то таким особенным. Потому что все, что происходит, мы можем обсуждать один и тот же семинар в разных ядрах. Но эти семинары совершенно разные. По той простой причине, что преданные вступают во взаимоотношения во время обсуждения нашей философии. И то, что рождается при этом, это и есть наше сокровище, наше достояние. Поэтому я очень рассчитываю на обратную связь. От этого будет зависеть успех нашей встречи, от совместного вклада каждого, кто здесь находится. Принимается условие? Да. Я это сказал, чтобы вас предупредить, что вы не смотрели на меня, как кролики на удавах. Знаете, как бывает? Садится человек, лектор, начинает что-то сказать, и все. Риснулся, что он сейчас им сообщит что-то такое экстраординарное. Экстраординарные вещи будут, не волнуйтесь. Но это будет результат вашей молитвы и сотрудничества. Так, тема, которая была предложена мне, когда я проехал сля, спросил, что от меня преданные ждут. Мне преданные сказали, что тема семинара связана с успехом в духовной жизни, как отдельного преданного, так и в всей общине. Правильно? Я ничего не путаю. В этом смысл нашей встречи. Вот, поэтому я буду говорить о том, что лежит в основе успеха, как конкретного преданного, так и общины целиком. Что будет лейтмотивом нашего разговора? Дело в том, что мы сейчас ехали с преданными в машине и обсуждали, то, что сейчас происходит с преданными, в мире происходит. И я озвучил вот такую вещь, что сейчас особенное время, время перемен. И сознание Кришны, движение сознания Кришны, оно является, с одной стороны, традиционным, то есть это, пожалуй, самое традиционное явление в мире и самое древнее. С другой стороны, оно является вечно новым и революционным. То есть это революционное движение, и эта революционность, она связана не с попыткой что-то разрушить или изменить, а революционность связана именно с тем, что в этом движении человек не может оставаться в том случае, если он занимает такую, как бы, пассивную формальную позицию. То есть формальная позиция, она в наше время не работает. То есть люди живут сейчас, разобраны все люди, они разобраны по религиям, по каким-то обществам, где они получают решение своих материальных проблем, где они находят какое-то для себя эмоциональное приближище, находят для себя какое-то интеллектуальное удовлетворение. Но время, оно сейчас таким образом устраивает все, что люди, практически все люди, где бы я ни был, я слышал одну и ту же вещь, люди говорят о том, что они потеряли смысл. То есть то, что они делают, они не чувствуют этого смысла. То есть люди говорят о том, что у них утрачивается какое-то воодушевление в том, что они делают. Это касается как преданных, так и непреданных. То есть приходится совершать огромные усилия для того, чтобы сделать то, что раньше делалось очень легко. Есть такие признаки среди присутствующих? Или вы, в исключении, счастливые? То есть в основе успеха конкретного человека и конкретной общины лежит, безусловно, очень редкое достояние, которое можно назвать таким словом, как нравственность в сознании Кришны. Я бы хотел посвятить эти два дня, или три вечера, которые у нас будут, обсуждением нравственности, все знают Кришны. Подходит такая тема? Да. Потому что без нравственности невозможно счастье, и без нравственности невозможно процветать. То есть человек не может процветать, если он не имеет определенных ценностей внутри себя. И в Бхагавадгите, в 12 главе, которая, собственно, является венцом, в каком-то смысле вот этого, то есть она является последним наставлением Кришны, касающейся Бхакти-йоги. И в этой главе Кришна, описав лестницу йоги, говоря о Бхакти, он начинает говорить о принципах нравственности, преданных. Он говорит о том, какие качества преданных, они дороги для него. И в связи с этим я хотел бы прочитать стих из этой главы. У нас не погладит. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Омнамо Бхагавате Васуде Ва Я. Давайте прочтем два стиха, 13-й и 14-й. У нас паски нет, но санскрит очень простой. Поэтому вы легко повторите. Сначала пословный перевод. Адвешта, не питающий зависти и вражды. Сарва-бхутанам, ко всем живым существам. Майтра, дружелюбно, каруна, желая блага, эйва, безусловно, чар, также. Нир-мама, лишённый собственнических чувств. Нир-ахан-кара, лишённый ложного эго. Сама, одинаково невозмутимы. Одинаково невозмутимы. Духа, горе, суха и счастье. Кшами, прощая. Сан-туш-там, удовлетворённый. Сататам, всегда. Йоги, занимающийся преданным служением. Я-тат-ма, владеющий собой. Битха-ничтая, с решимостью. Мои, мной, ар-пита. Занятый, манага. Манага, ум, будхи, разум. Я-тат, тот, кто. Мат-бакта, мой преданным. Сама, ум, мен, мне. Пи-я-тат, дорог. Адвеста-сарва-бхутанам. Майта-каруна-евачам. Нирмама-нирахам-гара. Сама, дукха, суха, кшами. Сама, дукха, сутра, кшани. Санту-штасататам, йоги. Санту-штасататам, йоги. Я-тат, madритхан ищщая. Я-тат, madритхан ищщая. Маяр-пита, манопудхи. Маяр-пита, манопудхи. Я-мат-бакта, сэм и приа. Я-мат-бакта, сэм и приа. Тот, кто никому не завидуя, является другом и доброжелателем всех живых существ, кто перестал считать себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного эго, кто невозмутим в радости и горе, терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью занимается предным служением, такой предный необыкновенно дорог мне. Комментарий Шлабрук Павель. Возвращаясь к описанию чистого предного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет качества, которыми обладает его чистый преданный. Такой предный всегда в любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает враждебных чувств. Вместо того, чтобы отвечать на выпады своих врагов, предный думает, этот человек действует враждебно, наказывай меня за мои прошлые грехи. Поэтому лучше не протестовать, а терпеливо сносить причиняемые страдания. Всем ад-багаватам, в 10-й песне, 14-й глава, 8-й текст говорится Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, приятно считает, все это проявление милости Господа, наказание за совершенные в прошлом грехе, думает он, я должен страдать гораздо больше, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Господа мне досталась лишь малая доля страданий, поэтому предный всегда остается спокойным и невозмутимым, и терпеливо сносит все страдания. Предный всегда добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нир-мама, он не обращает внимания на страдания материального тела, ибо прекрасно знает, что не является им. Поскольку предный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково относится к радостям и бедам. Он терпелив и всегда довольствуется тем, что приходит к нему за милость Господа. Не прилагая излишних усилий. Для достижения той или иной цели, он всегда пребывает в радостном расположении Духа. Неукоснительно следуя указаниям Духовного Учителя, предный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, он решительно движется к цели. Его не собьют с пути надуманные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимостью заниматься предным служением. Он полностью осознал, что Кришна – его вечный Господь, и уже ничто не может поколебать его веру. Все это помогает ему сосредоточить свой ум и разум целиком на верховной личности Бога. Редко кому удается достичь высокого уровня предного служения, но предный может подняться на эту ступень, выполняя правила и подписания предного служения. Более того, Господь говорит, что такой предный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что Он делает в полном сознании Кришны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И для меня был очень важный момент Я начал делиться с преднами Ну как бы обсуждать с преднами Вот эти вещи Когда после Алматы Я приехал в Алмату И была встреча с преднами Была встреча с духовным учителем Он читал семинар И по окончании семинара Он попросил меня продолжить этот семинар И сказав такую вещь Он сказал, что вот Саду Махарадж Он вам расскажет о том Как заниматься чистым предным служением Будучи еще не свободным от анарха Он ту вещь сказал Собрал свою книжку и уехал И я вот оказался в ситуации Когда мне нужно было Объяснять эти темы предным Предны смотрели на меня Как я вам вначале рассказывал Как наудавы На самом деле это некая такая вещь Тайна своего рода в сознании Кришны То есть когда предны Еще не свободны от анарха Может быть счастливым в сознании Кришны Заниматься чистым предным служением Для этого нужно понять Природу Природу в человечестве И когда Кришна описывает Здесь вот эти все качества Если вы будете Если вы вновь прочитаете эти качества Ну как предны все читают Двенадцатую главу И мы читаем эти качества Отсутствует ложное эго Должен любим ко всем живым существам Такие тут еще есть качества невозможного Прощает Что он еще делает Не завидует Свободен от чувства собственности Собственнического инстинкта Сострадание То есть думает о благе других Вот И когда мы слышим об этих вещах То мы это воспринимаем Как некую линию горизонта Да Линия горизонта означает то что Мы видим в принципе что это есть Но Чем больше к ней приближаешься Тем дальше восстановится То есть ты к ней и она от тебя И поэтому Часто Через несколько лет практики духовной У предны появляется такая вещь Что они думают Ну да я все это уже слышал Все это уже слышал Харе Кришна Не рассказывайте мне пожалуйста Я сам могу лекцию прочитать на эту тему О том какие все должны быть Независтливые Да Свободное чувство собственности И так далее Но сам преданный он При этом Может не иметь веры в то что Это есть у него Возможность Находиться в этом состоянии Ошибка основная Вот я хочу сразу открыть этот секрет Без всякой дипломатии Потому что потом Может быть у нас Кто знает Может завтра не будет вообще Да То есть Калибы Секрет заключается в том Что эти качества Которые Кришна описывает Вот эти достояния И способности Которые Кришна описывает Они не являются достоянием Конкретного человека То есть Эти качества Которые Кришна описывает Они не являются нашей собственностью То есть это не наши качества То есть эти качества Конечно проявляют Безусловно преданные Конкретные преданные Но он проявляет их Не потому что Он вот такой чистый А потому что Он получает определенную Как бы На него Он оказывается под влиянием Внутренней энергии Господа То есть это Это качество внутренней энергии Господа, они проявлены в преданном, по той причине, что он правильно следует процессу сознания Кришны, и он как бы приобщается к этой природе Господа. В этом заключается ответ на вопрос, как преданный, не достигший еще какого-то полного процесса личного очищения, может быть квалифицирован для чистого преданного служения, то есть совершать деятельность, которая привлекательна для Господа. То есть Господь не привлекается деятельностью, в которой не привлекается тем, что мы делаем, если там нет его собственной энергии внутренней. То есть Кришна привлекает то, что делает Шиматя Радхарани. И он привлекает то, что делает Гоприя, преданный Вриндавана. И преданный, который находится в движении сознания Кришны даже 20 лет, не может делать чего-то такого, что может быть привлекательным для Кришны. Просто потому, что он в движении 20 лет, например. Понимаете? Я уж не говорю о пяти, или двух, или двух месяцах. И тем не менее, секрет движения сознания Кришны именно в этом, что преданные, которые могут быть в движении сознания Кришны даже два месяца, они могут делать то, что привлекательно для Кришны и могут совершать преданное служение, которое приносит нас истинное блаженство, истинное удовлетворение душе. А преданные, которые в движении 10 лет и 20 лет, они могут не совершать действий, которые привлекательны для Кришны. Даже зная какие-то вещи, традиции, ритуалы и так далее. Поэтому Кришны говорит об определенной нравственной позиции преданного. Которая, это позиция, которую нам нужно еще обсудить, что это за позиция, и как ее может иметь человек, не имеющий большого опыта в духовной жизни. Так вот, имея эту позицию нравственную, преданные становятся способны на сотрудничество в сознании Кришны, на сотрудничество с парампорой, на сотрудничество с преданными. И благодаря этому сотрудничеству, благодаря тому, что деятельность происходит в сфере внутренней энергии, его служение становится привлекательным. То есть оно становится квалифицированным. Так, не имея вот этих вот вещей, не имея вот этого понимания, преданные не могут жить общиной. Они не могут жить общиной, и они не могут совершать преданное служение, которое бы принималось Кришной, было бы привлекательным для Него. Вот примерно вокруг этой такой предпосылки у нас с вами пойдет разговор. Я хочу подчеркнуть эту вещь, потому что большинство преданных считает, что преданное служение совершается индивидуально. То есть вот я преданный, у меня есть знание о вечности души, о том, что Кришна – Бхагаван, и вот я совершаю преданное служение. Но те, кто хотя бы немного изучал философию сознания Кришна, понимают, что преданное служение совершается не в сфере внешней энергии, а в сфере внутренней энергии. И что это означает? Это означает, что оно совершается по милости, по рампору и окружающих преданных. И хотя это словосочетание нам всем знакомо, тем не менее техническая сторона или конкретика того, как эта милость обретается, она требует дополнительного обсуждения. Потому что у кого-то из преданных служение совершается очень легко. Он повторяет святое имя Господа, и ему не нужно даже совершать сверхусилие для того, чтобы слышать святое имя, чтобы чувствовать вкус от воспевания святое имя. Святое имя само бросится в сердце преданного. Преданное даже отвлекается при повторении. Но святое имя настолько милостиво к нему, что оно создает в сердце преданного вкус, что преданный, даже отвлекаясь от святое имя, снова обращается к нему. Вот это называется милостью. То есть милость означает, что Кришна, Он проявляется, то есть Он приходит в жизнь преданного. А есть преданные, которые очень много усилий совершают. Очень много усилий совершают. Совершают аскезы в сознании Кришны. Но при этом их воспевание, оно подобно пустыне. То есть они воспевают годами. Но все, что они знают об этом процессе, заключается в том, что это совершенный процесс, который нужно выполнить во что бы то ни стало. И совершать усилия при повторении святое имя. Честь и хвала таким преданным за их аскезы, за их усилия. Это, конечно, очень большое проявление преданности со стороны данного конкретного человека. Но это не все, что есть в сознании Кришны. Поэтому у милости Господа есть конкретная логика. И у Него есть конкретная... То есть милость Господа, у Него есть определенная причина. Хотя она называется без причины. В том смысле, что сам человек не является ее причиной. Но, тем не менее, кому-то она приходит, кому-то нет. Ну, достаточно... Ну, как сказать... Она приходит ко всем, но кому-то ее приходит очень много, кому-то совсем чуть-чуть. И объяснение этого, оно связано с пониманием как раз этики вайшнавов или нравственности вайшнавов. То есть Кришна очень чуток к нравственности человека, очень чуток к его внутреннему настроению в сознании Кришны. Понятная тема? Какие-то уточнения есть? Хотите что-то уточнить по теме? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, внутренний вкус, и что взяты, это вопрос внутренних качеств и нравственности человека, и того внешнего объема деятельности, как он делает в сознании. То есть вкус, который человек испытывает в бредном служении, это не что иное, как ощущение принятия Кришны в ваше служение. То есть мы испытываем вкус тогда, когда мы чувствуем, что то, что мы делаем, Кришне нужно, Он это принимает. Тогда мы испытываем вкус. Это не вопрос объема. Это вопрос качества, скорее, в большинстве. Еще что-то есть для уточнения? Пожалуйста, вы сказали, много милости или мало. Вначале молятся о капле милости, которая насилия бесконечно располнена. Да, капли. Мы говорим о капле. Много, а когда мы говорим много, мы имеем в виду капли. А когда мы говорим мало, мы имеем в виду ничего. Просто мы используем более мягкий язык, чтобы не травмировать нежные души, присутствующие Кришна вовы. Еще что-то есть? Да, вот это же, пожалуйста. Да, да, вы. Да, да. А вот о нравственности, поясните, пожалуйста, что вы примете в том, что там материальная нравственность? Что-то не заполнивает, я могу понять. Нравственность в сознании Кришны мы говорим. Мы говорим о определенных качествах, о которых Кришна говорит вот в этом же стихе. Это как раз описание нравственности предмого. Это качество развивается именно благодаря действию внутренней энергии. Всевышнего. То есть это не качество самой дживы. Это качество, которое присутствует, проявляется вот этой энергии в человеке, в предном. У меня еще было сказано про Сан-Киртан, ну, про совместную службу. То есть, что-то немножко сейчас ускользнуло, это вот Ваша мысль. Как-то прозвучало, что это и есть то, что предмогресс подпокорение внутренней энергии, что он занят совместным с служением вместе с Пьезом. Да, это Сан-Киртан. Мы будем говорить о Сан-Киртане. То есть, как раз именно это и есть признак того, что у человека подпокорение внутренней энергии, что он вместе с другими преднами занимается. Вместе с другими преднами. То есть, если он моментально пытается что делать, то значит, что он не хочет. То есть, когда мы говорим о Парампоре, то часто преданные думают, что Парампора это то, что это то, чего мы не видим. То есть, это цепь Вайшнава, в которую уходит простое, да? И вот по ним предное служение передается. По цепи. Но мы не понимаем, что Парампора это семья Вайшнавов. У этой семьи есть два как бы измерения временное, то есть, вот как вот цепь Ачарьев. И также она находится сейчас в мире, в котором мы находимся, в обществе преданных. Это тоже Парампора. Поэтому находиться в Парампоре означает совершать совместное предное служение. Это означает служить в Парампоре. А когда человек служит индивидуально, сам по себе, это означает, что он служит в соответствии со своими представлениями. То есть, не под влиянием внутреннего. Поэтому общение с гуру, общение с другими Вайшнавами, это и то, есть то, что квалифицирует нас для совершения преданного служения. И вот об этом мы будем говорить, разбирать эти вопросы. Большой шестер. Может ли так быть, что преданный овладел вот этим качеством нравственности, но при этом с точки зрения лучшей человечества мы видим, как мы реалии, параметр нравственности и безнравственности. Все слышали вопрос, да? Ответный этот вопрос положительный. То есть, возможно такое, что человек с обычной точки зрения, ну, есть какие-то моменты безнравственности, но в глазах Кришны он нравственный. А потом сам Кришна говорит в Бхагавадбите, вы все знаете, да, этот стих, который вызывает боли негодований у некришнаитов, которые читают Ак-Чет-Судура-Чарал, то есть, вот эти вещи. И Кришна говорит, что если человек занят чистым преданным служением, но при этом совершает дурные поступки, то есть, само слово сочетание, да? То есть, человек совершает чистые преданным служением, но при этом совершает дурные поступки. Но здесь есть очень важный момент. Он заключается в том, я сразу его озвучу, чтобы не затягивать, а то вдруг еще кто-то уйдет с лекции и больше не придет, и окажется, потому что сознание Кришны происходит в такой сфере, в бездравственной сфере может осуществляться. Там есть важный секрет. В следующем стихе Кришна говорит, что этот преданный он быстро меняется, он учится. То есть, ключом ко всему является ученическая позиция. То есть, когда у преданного есть ученическая позиция, то тогда, даже если у него есть определенные проблемы связанные с его кармой, с его благочестием, то, поскольку он находится в обществе преданных и он учится, то, когда ему преданные что-то говорят, то есть, происходит какой-то момент исправления, то этот человек, этот преданный, он исправляется. То есть, у него нет вот этого ложного эго. То есть, у человека могут быть недостатки, но поскольку он находится в семье Ваиштаурова и он занимает там позицию в этой семье, то, что мы называем смирением или ученическое положение, то с него снимается вот эта проблема его неблагочестия, она снимается, потому что он в каком-то смысле становится ответственным за его действие, принимает на себя семья преданных. То есть, если мы принимаем с человеком нашу семью, то ответственность за его действие лежит не только на нем, но и на всех, кто принимает его служение, то есть, на семье. Семья наказывает его, семья же его исправляет. Поэтому Кришна сам наказывает своих преданных. он не позволяет наказывать тем, кто находится на стороне. Такова его любовь. Если преданный ошибается, Кришна сам накажет. Он не позволяет это делать чужим людям, которые не понимают сложность положения преданного. в тюрьму посадить. В тюрьму посадить? Да. Может быть, все что угодно, но в любом случае преданный будет чувствовать, что его наказал Кришна, а не милиция или суд. это принципиальное достояние, которым обладает человек, ставший на путь преданного служения. Чини. Итак, я хочу, чтобы все сосредоточились на предмете обсуждения. Предмет обсуждения следующий. Я напомню вам, чтобы он у вас как бы стал заряженным. Что делает человека квалифицированным совершать чистое преданное служение, привлекательное для Кришны, даже при том, что сам человек не прошел еще полностью программу личного очищения. Что делает его квалифицированным? Мы говорили о том, что его делает квалифицированным определенная позиция. Эта позиция, она озвучена здесь Кришной. Мы должны понять, как она возможна для нас. То есть есть кто из присутствующих, кто может сказать, может отказаться от ложного эго? Видите, такие? Это риторические вопросы. Есть те, кто может сказать, что имеет такое качество всепрощения? Тоже риторика, да? Все это риторика. И тем не менее, Кришна говорит, что предный, который дорог ему, он обладает вот этими качествами. Мы должны понять, каким же образом эти качества проявляются у нас. Эпизодически. Хорошо. Ну вот предмет нам известен, тема известна. Давайте займемся теперь этим вопросом. Не находимся. Ныряет. вопрос собственно был, что внутренняя энергия действует или не действует. Ответ был такой, что если она действует, человек проявляет определенные качества. Они могут временно проявляться, потому что действия энергии временные. То есть такие варианты тоже возможны. Поэтому у нас есть в нашей философии есть такое понятие как ништха. Ништха означает, что человек усваивает законы действия внутренней энергии Господа и никогда не выходит больше из-под ее влияния. Это называется ништхи. То есть квалификация наша, мы все должны достичь ништхи. Это наша программа минимум. Потому что достигнув ништхи, предан очень быстро обретает все плоды сознания Кришны. Но чтобы достичь ништхи, нужно понять вот эти предметы. ништхи достигается не столько благодаря книгам, сколько благодаря следованию наставления. То есть ништхи происходит тогда, когда преданность следует наставлениям. Эти наставления очень просты. Я хочу задать вопрос, который поможет нам войти в эту тему, в происходить эту тему. Вопрос заключается вот в чем. Пожалуйста, скажите, дорогие предные, что необходимо для каждого из нас, чтобы проявлять качество, ну, качество, вот эти благородные качества, о которых Кришна говорит. То есть, например, совершать, скажем, прощать других людей. То есть при каких условиях мы можем прощать? При каких условиях мы можем проявлять самоотверженность, по отношению к кому-то? То что для этого нужно? А? Ну, вот желание у меня сегодня есть, а завтра его нет. Вот какое-то желание есть у каждого из нас. Я все-таки хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, что для человека нужно, чтобы он по-настоящему включился, чтобы он действовал по-настоящему? иметь вкус материал. Учитель. Да? Учитель. Находиться под влиянием кого-то. Учитель. Контакт с тем, кто имеет уже этот опыт. Контакт с тем, кто имеет этот опыт. Смотрите, вы правильные вещи высказываете, естественно, поскольку преданные. Я просто хочу уточнить. Речь идет, смотрите, о чем. У нас у всех есть учителя. Ну, так или иначе. У нас у всех есть какое-то общество, в котором мы живем. Общество предных, это да, и так далее. Тем не менее, мы знаем, что эти качества, о которых здесь мы сейчас вознамерились говорить, они могут не проявляться. И поэтому мой вопрос, он все-таки идет дальше. Я все-таки хочу понять. Вот мы находимся в семье, у нас есть учителя и так далее. Что нам недостает, чтобы проявлять самоотверженность, проявлять отсутствие ложного эго, проявлять какие-то качества святости, даже несмотря на то, что сами по себе, если нас взять сами по себе, мы люди с недостатками. Но что нам необходимо для того, чтобы человек начал действовать вопреки своим недостаткам? Осознать себя частицей и непривязанность для чего это делается? Наши кузны? Непривязанность, да, но она является опять же продуктом. То есть непривязанность означает, что вы уже проявляете эти качества. непривязанность, непривязанность. Ради кого? Ради чему это делать? Личность, ради которую это можно делать? Гуру? Минус Гуру. А в чем это минус? В том, что гуру доволен, доволен, что человек хочет сильно очень удовлетворить. Вследствие этого идет минус. И вот это все вместе дает ответ. Хорошо. Это правильно. Это в принципе тот ответ, который я ждал, что есть духовный учитель, и его милость, она все это решает, определяет удовлетворение духовного учителя. Но я хочу пойти дальше и задать вам все таки вопрос еще дальше, потому что ответ по-настоящему еще не получит. Что на самом деле является причиной удовлетворения духовного учителя? Осознание себя частицей Бога. Осознание себя частицей Бога. А что это значит? Положение своего осознания. И какое же у нас положение? Что мы должны служить Богу. А что такое даса, даса, ну даса? Давайте расшифруйте пожалуйста. Фразы очень такие возвышенные. Хочу получить анатомию. Расшифруйте, что такое даса, даса, ну даса. слуга слуги. Слуга слуги, это мы знаем. А расшифруйте, что это значит? То, что я буду делать, это будет радовать Бога. Так. То, что я делаю, значит я служу Богу. Я приношу ему счастье. И как же вы узнаете, что вы служите меня Богу? У сердце отзывы, счастливы, удовлетворения. Это факт, удовлетворение, энтузиазм. Откуда это проистекает? Почему у предного, который занимается деятельностью, возникает этот энтузиазм? Что ему открывается такое? Вот смотрите, дорогие предыдущие, тут еще важная вещь. Вот мы говорим дастся, дастся, оно дастся. Что мы имеем ввиду? Наше какое положение? Наша сварупа какая? Мы кто? Мы слуги. Дастся, да? А тот, кому мы служим, он кто? Кто? Кому мы служим? Это господин или слуга? Господин. это момент как бы принципиальный, что мы, наша с вами проблема заключается в том, что мы не знаем о том, что тот, кому мы служим, он является слугой. То есть когда душа служит господину, джива служит господину, то у него возникает чувство, она не может избавиться от зависти, она не может избавиться от сомнений. Что разрушает энтузиазм, что разрушает счастье в деятельности, это сомнение, неуверенность в том, что тот, кому вы служите, он бескорыстен. Вот корень всего. То есть до тех пор, пока мы не убедились в том, что тот, кому мы служим, он сам является слухой, наше служение, оно будет находиться в сфере внешней энергии, то есть мы будем находиться вот в этих сомнениях, каких-то дефицитных, завистливых каких-то состояниях. Нам постоянно будет убеждать себя, что нужно служить и так далее. Этот момент, он необходимо, его необходимо выяснить каждому, потому что служение это вещь очень естественная. Шунапрупада говорит о том, что это наша санатанадхарма. Любой человек, даже обычный материалист, он кому-то служит. Согласны с этим? У всех есть дела какие-то, все бегают на работу. Почему? Потому что у человека есть семья, он знает, что эта семья от него зависит, что ее надо кормить, нужно заботиться о своих близких, о своих детях, о родственниках и так далее. Люди совершают ежедневные усилия. Но почему человек, совершая вот эти усилия, он перестает чувствовать счастье в какой-то момент, начинает испытывать страдания, начинает испытывать разочарование и происходит разрушение отношений, семейных и прочего. Почему это происходит? не бескорыстно, да. То есть человек, он ожидает, во-первых, от того, что его будут, ну как бы, с его служения он будет иметь плоды, то есть его будут прославлять, его будут ценить и так далее, те, кому он служит, верно? Это первая вещь. То есть он отказывается от позиций строги, поскольку лишен знаний, находится в невежестве. Но у пренок, вроде бы, с этим проблем нет. Или есть. И вторая причина, она заключается в том, что он какой-то момент обнаруживает, что его господин, он не бескорыстен. То есть только ему он служит, его близкие и так далее, они просто его используют. Вот когда эта вещь с человеком происходит, то вот эта энергия, естественная, божественная энергия саната надхармы, которая побуждает каждого живу служить, она перестает течь. То есть она перестает пробуждаться в человеке. И человек начинает засыхать. Все есть, семья есть, отношения есть, но, понимаете, появляется цинизм какой-то, появляется вот, появляется апатия и так далее. Почему? Потому что не работает, даса, даса, ну даса. Что означает даса, даса, ну даса? означает, что я даса, я служу прабху, но прабху тоже даса. Да? А тот, кому он служит, он кто? Он прабху, да? Он тоже даса. А тот, которому он служит, он тоже даса. И в конце концов, все доходит до Кришны, который является слугой гопи. Гопи? Гопи это сама Шиматя Радхарани. Шиматя Радхарани, она вдохновляет Кришну служить, она вдохновляет Кришну творить, она вдохновляет Кришну совершать подвиги, она вдохновляет Кришну приходить в этот материальный мир. Все, Кришна вдохновляется от Шиматя Радхарани. Почему? Потому что Шиматя Радхарани это он сам, это его лучшая половина, она его вдохновляет. Мы знаем, что в этом мире этот идеал недостижим, но тем не менее он реализуется именно в духовном мире. Здесь, в материальном мире, очень редко можно встретить тех, чьё служение оно пронизано вот этим духом бескорыстием. Поэтому, что Круппады говорит, что эти качества в материальном мире встречаются очень редко. Так, в чём же ответ на вопрос? Почему преданное, почему преданного проявляется вот эта вот способность, вот эти качества, которые Кришна здесь говорит? Оказывается, что это действительно происходит по милости духовного учителя. Но в чём заключается эта милость? Вот сейчас нам нужно это очень конкретно объяснить и записать высечь на скрижалях, чтобы мы это запомнили на всю жизнь. В чём заключается милость духовного учителя? А? Да, когда мы видим его бескорыстие, я соглашусь с этим. В этом заключается милость духовного учителя по возможности увидеть его как слугу. А это та вещь, которую, к сожалению, большинство из нас в упор не хотят понимать. Потому что, когда мы отправляемся к духовному учителю, мы зачем к нему идём? Кого мы видим в учителе? Господина. Мы видим того, кто, ну, как сказать, того, кто вот, ну, кому нужно оказывать почтение и так далее. Это верно. Но на самом деле, кому адресовано это почтение? Почтение адресовано слуге. Совершенному слуге. Но если мы не увидели своему учителю-слугу, то как мы можем выразить почтение именно своему учителю, как слуге, как ученику своего учителя? Как мы можем выразить почтение, если мы не видим его служение, не понимаем его служение? Очень поверхностно. Очень поверхностно. В этом, дорогие преды, кроется глубинная причина того, почему парампора разрывается, связь в парампоре разрывается, становится слабой. Потому что мы служим не слуге, мы служим господину. И это блокирует, прерывает, покрывает нашу санатанадхарму естественную способность служить. Эта способность становится очень искусственной. Нам нужно ее постоянно доставать откуда-то из ума своего, из философии. Так иначе убедить себя в том, что надо служить. Но ведь служение, эта вещь, она идет от Бога, она не идет от наших каких-то попыток сделать из себя искусственное что-то другое, чем мы не являемся. Другими словами, когда предный говорят, меня сожгли, сгореть невозможно, если есть что-то понимание. Сгореть невозможно, 100%. Сжечься можно, только когда вот именно так воспринимают. Когда предного сожгли, это означает, что предный не служил, а выслуживался. Служить можно только тогда, когда вы служите осознанно, когда это ваше дело. Но когда вы выслуживаетесь, пытаетесь угодить господину, вот тогда можно сгореть. И, к сожалению, вот мы имеем ситуацию, когда огромное количество предных сгорает. Почему? Потому что предные не следуют процессу, не понимают процессу, который дан начальник. так что «дастся, дастся, ну дастся» это не просто красивая формулировка, это вполне такая вещь функциональная, которая, если она работает, она делает человека счастливым и занятым. Если она не работает, то человек совершает религиозную деятельность, которая рано или поздно приводит к разочарованиям. Так что у нас записано на доскрижале? «Я вижу в своем учителе-слугу». Мы должны увидеть вот это служение, которое совершают наши авторитеты, старшие и так далее. И это делает нас сопричастными служением, делает наше служение осознанным. Это позволяет нам перейти в ученическую позицию. Именно благодаря этому Даршину мы можем перейти в ученическую позицию. То есть, что означает? Принять личную ответственность за общество. Принять личную ответственность за миссию санкиртами. Не потому, что мы хотим на кого-то произвести впечатление так или иначе. Заработать очки в сознании Кришны и так далее. Удовлетворить духовного учителя вот в этом ложном смысле этого слова. Нет. Духовный учитель испытывает удовлетворение тогда, когда видит, что ученик занят в служении творчески, естественно, то есть, это и является его делом. Тогда духовный учитель испытывает настоящее удовлетворение. А не тогда, когда мы пытаемся его удовлетворить. к вам подходит человек и говорит, можно вас удовлетворить? Смотрите на него и думайте, вот что, он нормальный. вопрос. Как мне нормальный человек задает этот вопрос, что бывает очень редко. В смысле, не нормальный человек, а нормальный вопрос. Но он подразумевает, что, пожалуйста, поделитесь со мной своим пониманием, ученическим пониманием, что вас вдохновляет в сознании и пишет, то есть, ради чего вы живете. То есть, когда ученик задает этот вопрос духовному учителю, он вопрошает духовного учителя о его ученическом настроении, о его богатстве, о его достоянии. И когда учитель слышит искренний вопрос, то есть, учитель, как ученик, слышит искренний вопрос, он начинает проповедовать, он начинает делиться тем, что находятся в его сердце. Тогда ученик, он видит темперамент, видит эмоции, чувствует эмоции, чувствует искреннее желание его духовного учителя служить своему учителю, служить парампори, служить читанию Махапрабху. Веру. Получает даршин веры. Именно благодаря тому, что люди общаются между собой, учители, ученик общаются между собой. То есть один искренне вопрошает, другой отвечает, спрашивает и так далее. Происходит обмен. И тогда возникает вот эта связь, которая образует отношения между учителем и учеником. Но что делает ненормальный вопрос? Что делает человек, подходящий с ненормальным вопросом? Он подразумевает, что мне сделать, чтобы вы были довольны. И как можно ответить на этот вопрос? Можно человека просто обмануть. Сказать, ну сделай вот это. Те духовные учителя, которые так поступают, они, конечно, действуют ради блага. Ну просто, чтобы человека как-то вдохновить и так далее. Но если они это делают постоянно, то результатом является появление учеников, которые оказываются в иллюзии. И кто от этого страдает, от этой иллюзии? Страдает духовный учитель. В первую очередь. Почему? Потому что у учеников в итоге возникает очень глубокая неудовлетворенность в своем учителе. У них возникает чувство, что духовный учитель о них не заботится, что он принимает от них служение, но ничего им взамен не дает. Это страшная вещь. Потому что дар духовного учителя заключается в пробуждении личности ученика. То есть дар гуру заключается в том, что ученик оживает как личность. Он начинает... У него появляется как бы желание делать какие-то замечательные вещи, у него появляется сила. У него появляется вот эта вот состоятельность внутренняя. Вот это признак того, что человек ученик, что у него есть учитель. Но когда мы отказываемся от ученичества и вместо этого подменяем это на присутствие учителя, на то, чтобы произвести впечатление на учителя, то тогда возникает вот этот результат. Накапливается неудовлетворенность, накапливается неудача. То есть человек становится неудачником. И кто виноват? Кто виноват? Человек. Очень легкий ответ. Главное, что не... Главное, что все довольны. Майя. Виноватым в итоге оказывается духовный учитель. Естественно. Кто-то же должен быть виноват. Мы не пробуем. Муж, что-то правопадок говорил иногда, что я вам очень благодарен. Вы помогаете. Но я скажу, что мы очень-то неудачно. То есть ученики же могут в таком настроении обращаться к вам. На каком вас будет говорить. Именно в том деле, которое вы делаете. И это тогда когда ученик получает связь с делом учителя, и это становится его собственным делом, вот тогда учитель испытывает колоссальное удовлетворение. Когда учитель видит ученика, который занят в деятельности, которая его вдохновляет в творческой деятельности в сознании Кришны, он понимает, этот ученик спасен. Он спасен от Майи. Почему? Потому что служение Гауранге, служение моему гуру, служение всем Парампуре стало его делом. И когда я уйду из этого мира, этот ученик останется, и он продолжит мое дело. Вот что приносит удовлетворение духовному учению. А когда ученик все время цепляется за своего гуру, все время пытается как бы его удовлетворить, вот в этом негативном смысле этого слова, учитель смотрит на ученика, он понимает, этот человек, он просто на мне висит, он просто питается моей энергией. Но что будет, когда мне не станет? Что будет с его преданностью? Я говорю об этом просто по одной очень важной причине. Я знаю, что, ну, конечно, причин много, главная причина, что это истина. Это истина, которую необходимо знать и на которую нужно медитировать. Но с внешней точки зрения причина заключается в том, что когда у преданного как бы появляется вот это вот вот это понимание, то он становится безопасным для окружающих. он избавляется от зависти. Кришна говорит, преданные не завидуют, но что он совершенный, он что, святой? Да нет, он просто в ученическую позицию принял. Все. Это означает, что человек избавился от зависти. Он с другими словами стал понимать, что есть общее дело и все в этом общем деле участвуют и он по этому радуется, потому что он сам почему дело развивалось. Правильно? Да. И он не обращает внимания на то, что у кого-то есть какие-то недостатки. Почему? Потому что на недостатки обращает внимание тот, кто хочет выслужиться. А тот, кто служит, он понимает, что недостатки это естественное состояние любого человека. Даже у святых можно найти недостатки. Даже у самого Кришны можно найти недостатки. И у него их столько, что мало не покажется. Кришна танцует с чужими женами в лесу. Это вообще, понимаете, это вообще полный недостаток. 16 тысяч жен там. Кришна много раз обманывал. Ворует масло. Чем он только не занимается. Да, с полюбой убежал. Столько недостатков. Но когда мы задаем Кришне вопрос, Кришна, ты почему это делаешь? И Кришна рассказывает, мы обнаружим, что за этим стоит любовь, за этим стоит дух служения. Кришна самый главный слуга. И тогда эти вот так называемые недостатки, они сразу превращаются в украшения. и в обществе предных это очень серьезная проблема. Мы ориентируемся на внешний вот этот вот лоск, как вот люди хорошие должны быть. все улыбаются, все правильно поступают. Никто, не дай Бог, не виние, все должно быть идеально. и когда у кого-то что-то возникают, какие-то проблемы, на этих людях сразу ставится крест. Почему? Потому что зависть не позволяет по-другому посмотреть на человека. Потому что я же не могу простить человеку, что он естественный. Понимаете, я же не могу ему этого простить. Потому что это ставит под вопрос мой собственный статус. То есть человек должен обязательно добить другого, если тот проявляет какие-то недостатки. Если мы занимаем ученическую позицию, мы понимаем, что на любом пути есть какие-то слабости, какие-то вещи, человек может отойти и так далее. Он для нас не дисквалифицируется. Мы будем вступать с ним в диалог, мы будем с ним обсуждать как у тебя там, что там, давай, то есть я твой друг по-прежнему, все преды тебя ждут и так далее. То есть будет естественная связь, человек, пройдя через это, он вернется и станет более сильным, предным, более устойчивым предным. Потому что за одного питого 10 непитых дают. А когда мы ударяемся вот в это понимание сознания Кришны, такое искусственное понимание, такое внешнее понимание, самое неприятное в этом, что оно построено на зависти. И когда эта вещь есть, то отношения между предными становятся очень колкими. Предный другой все время колят. Они все время не могут вступать в естественные искренние отношения. Все время сравнивают и так далее, критикуют друг друга и так далее. Это присутствует. Почему? Потому что мы не следуем наставлениям этого стиха. и так далее. Думаю, что когда шло правопада будучи святейшим лично Сусан и победить, то многие из его учеников не струбили в какие отношения уходы. И после его ухода они перестали чувствовать энтузиазм и вообще не успевать. Хотя какая-то часть осталась очень наполненной. И мы продолжаем судеб. Тогда можно сделать вывод, что недостаточно наличия суперквалифицированного даже духовного учителя, чтобы этот процесс состоялся. Необходимо обезонарить квалификацию как же его со стороны своих учеников. И вот как же тогда быть, если, например, нет тем более таких личностей, как Штоправопада. А мы и даже те, кто его ученики, мы не имеем возможности с ними общаться регулярно. Мы живем все сообщают. Как нам такими стать способными вот так поступать в общее дело подружаться нормально? Об этом мы будем говорить завтра. Это я так шучу. В общем. Смотрите, то, что произошло с Исконом, вот эти сложности, которые были после ухода Штоправопада Талила, Штоправопада, который показывает нам эту вещь, которую Штоправопада сказал. Большинство последователей Штоправопады, что они делали? Они вместо того, чтобы культивировать ученическую позицию, ученическую позицию, культивировали образ учителя. Ну, в смысле, выслуживание вот этой вещи. Штоправопада пытался этому противостоять, он создал GPC и так далее. Но в силу его особого могущества и харизматичности это было очень сложно сделать для условных душ, которые находили у него приближище. Это очень сложно. Любой наставник это прекрасно знает, что когда человек приходит, он находится в таком беспомощной позиции. Все, что он может делать, он может просто питаться харизмой своего наставника, получать от него поддержку, как младенец, который питается молоком матери. И с этим ничего нельзя поделать. Это естественная фаза развития, которая у некоторых затягивается на 10 лет, на 15 лет. У Штоправопада просто элементарно не было времени, чтобы эту ситуацию изменить, потому что для большинства людей 10-15 лет это как раз то время, когда они заканчивают вот с этим младенчеством в сознании Кришны. Поэтому когда Штоправопада ушел, то те преды, которые парадоксуют как раз именно в этом, что большинство из тех преды, которые были рядом с ними, именно у них были проблемы, а вот те преды, которые не общались с Прахупадой непосредственно восприняли его миссию дистанционно, они после его ухода возглавили движение фактически. То есть это как раз и является иллюстрацией к теме, которую мы сейчас обсуждаем, что удовлетворять духовного учителя и непосредственно пытаться как бы выслужиться перед ним это совершенно разные вещи, хотя с точки зрения внешнего восприятия может выглядеть очень похоже. Вот, теперь то, что касательно вот этой главной темы. Это же, это очевидно, я это наблюдаю повсюду, где, ну, когда ты путешествуешь, проповедуешь, то ты видишь, как это проявляется. когда приезжает какой-то лектор, проповедник, все сразу сбегают. Вот приехал тот, кто что-то особенное с нами сделает. И если человек действительно дает такое вот ощущение харизматичности какой-то, дает, ну, вот это вот, подпитывает вот эти ожидания, то люди счастливы. Но когда этот человек уезжает, то они так оглядываются, смотрят, да тут, в общем-то, не так, что тут вот таких крутых-то нету больше. В окружении вершин не наблюдается. И они отправляются опять, маятся туда, откуда они пришли и ждут следующего приезда. Это естественная вещь, она, я не критикую это, это естественно для человека. Но любой из нас, который это слушает сейчас, должен понимать, что это младенчество и не может быть настоящей основой для счастья и прогресса в духовной жизни. Потому что настоящий прогресс начинается тогда, когда мы начинаем следовать наставлениям, которые Кришне говорит, то есть принимаем ученическую позицию. Это сделать совсем несложно. Это просто вопрос, как говорил, что попадало признание факта принятия, принятия наставлений. То есть если мы принимаем эти наставления и начинаем им следовать, они работают. И может быть завтра мы подробнее поговорим о том, как это проявляется в общении. Потому что человек не может обрести счастье в сознании Кришны, если он не принял ответственность заобщил в заново общества в заново кольца укрепления. пожалуйста момент. Я могу привести пример вот такой позиции ученика. Правильная позиция, например, лидер Аханадхан с вами путешествия домой, вот его эта позиция, когда он постоянно в каждой ситуации спрашивал ей, для чего мне нужна эта ситуация, что должен понять, что я должен сделать в этой ситуации. То есть именно эта позиция, правильно? Да, Шараданхан Махарадши проимел эту позицию ученика, развивая общину Чаупати, когда он писал эту книгу, в ней видно вот это настроение его, Ишнава. Фактически община Чаупати она была, она создавалась, когда Искон был в очень сложном положении. Фактически община была вне Искона. И Шараданхан Махарадши он не беспокоился на предмет того, что ему не на кого произвести впечатление. Но раз Искона нету, ну как, он не в Исконе, то на кого ты произведешь впечатление? Не на кого. Он просто понимал, что есть миссия Шилапаупады, есть миссия его духовных братьев, нужно, это его миссия, и нужно просто ее выполнять. Он выполнял эту миссию, и когда появились преданные, когда начала работать, идти вот эта прана общинная, то Искон понял, что это же замечательно, что Махарадш авторитетен, что все, что он делает авторитетно, что тоже чего хотел Шилапаупад, община стала исконной, теперь одна лучшая община в Исконе. Почему? Потому что Радан Ахмахарад занимал ученическую позицию, вот и все, никакого другого объяснения не существует. И не только он один. Это вот как раз тот момент, который мы будем завтра обсуждать. Я еще сделаю такое введение к этому разговору, что личностная позиция, опять же, в одиночку, ученическая позиция не проявляется, она проявляется в команде. То есть нельзя стать личностью учеником в одиночку. Это вопрос имеет определенный тот же гречик, который надо изучать и рассматривать. еще что-то моменты, да? Получается, должны фокусироваться не на личности, а на идее, правильно? В каком-то смысле, да, на идее. То есть на видение. То есть путь, не те, которые люди ведут, может вести кто угодно, да? Путь, да. То есть перед нами должен открыться путь. Когда он открывается перед нами, это и есть начало настоящей жизни. суть в том, что на этом пути очень много-много народу. Что именно ты понимаешь ценности, поэтому ты не можешь один, это неестественно, надо быть совершенно. Сразу же открывается сердце как все внимательные. подниматься. по поводу вопроса шашки, правда, что вот эта идея, что Пракхупада как бы ушел, и как-то всего так раз, упало. Какая есть тенденция, что оно и сейчас такое, в основном все так думают, что Пракхупада нет. А как вот разбить его люди, что его нет? Как-то поднять этот дух, что Пракхупада здесь как-то продолжать миссию вести, продолжать как-то таким, как-то что является точкой предкновения. Почему приходит такое понимание, что Пракхупада нет. Как бы мы видим, Пракхупада сидит, а вот кто с уверенностью скажет, что Пракхупада прямо здесь сейчас? Здравствуйте. Что? Пракхупада здесь, и это можно почувствовать тогда, когда мы понимаем, что делал с вами Пракхупада. Когда мы понимаем, чем занимался Шилопракхупада, что вдохновляло его в жизни, в сознании Кришны, что вдохновляло его в служении своему духовному учителю миссии Ачарьев, миссии читания Махаправу, когда мы понимаем, кто такой Шилопракхупада, как ученик, вот тогда у нас есть связь с Шилопракхупадой, и тогда Пракхупада присутствует в той санге, где это реализуется, видимо. Вся естественность в твоем присутствии здесь, а тут и естественно. Действительно, момент именно в этом, что этот суд, который был затеян, он был затеян фактически в отношении Шилопракхупада. И сам этот суд предоставил удивительный формат, которого раньше никогда не было, когда люди начали обсуждать учения Шилопракхупада. И когда было судебное заседание, и судья читала выдержки Шилопракхупада, а эксперты собрали его самые негативные выдержки, там, где у него вот этот зоопарк, вот весь верблюдо, ослы, там, они все это собрали в одном месте, представляете? И когда читаешь, такое ощущение возникает, как будто у Пракхупада все, что он делает, это просто ругает людей, на чем все это стоит. Вот. И вы представляете ситуацию? Судья, то есть мантия, все, он стоит и зачитывает эксперты за запись. А там много-много страниц, и все они в цитатах Пракхупада. Вот он читает, 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 и я просто смотрю, что происходит. Вот люди, они просто, у них шеи вытягиваются, все это слушают. И я тоже слушаю, и у меня такое ощущение, вот, что Пракхупада проповедует. Пракхупада реально проповедует. Представляете, люди, это вообще потрясающая вещь, то есть это говорит судья. То есть человек, облаченный авторитетом, в глазах тех, кто его слушает, понимаете? И он говорит слова отчали. И люди проникаются этим, они, ну, действительно, у них просто вот, после того, как судья зачитала экспертное заключение, прокурор, что-то пыталась сказать, у нее даже слов не было. Она пыталась что-то сказать, у нее руки тряслись, вот так вот, она не могла вообще ничего сказать. Настолько это было веско, настолько это было убедительно. нет, это было в самом начале суда, когда она читала экспертное заключение. Вот, и просто вот этот процесс, он был действительно уникальным. Почему? Потому что раньше, когда прикритиковали кришнаитов и учения Прохупады все дело с закулисным, подковерным. А теперь открытое было обвинение брошено, и люди начали слушать, в интернете все выложено, понимаете, человек может зайти на судебный процесс и посмотреть, что говорит судья, что говорит защита, что говорит обвинение. Обвинение было просто позорным. экспертизы, которые они сделали, первая экспертиза, она отказалась сама от себя, то есть эксперты отказались от себя. А вторая экспертиза, которая была сделана в Кемеровском университете, потому что Томская интеллигенция отказалась вообще участвовать в этом позорном процессе, они заказали в Кемеровском университете. Такая экспертиза, она была еще хуже. То есть там был один нормальный эксперт, который, религовед, он дал позитивное заключение обучения Прохупадок, вдохновляющих. А два других эксперта, психолог и лингвист, они дали заключение негативное. Так вот эти два заключения, они были в точность копию друг друга. То есть они совпадали, тут точно все до запятой. Некоторые фразы там отличались, то есть кто-то у кого-то просто там несколько фраз там написал. То есть с юридической, с моральной точки зрения эти экспертизы они вообще ничего собой не представляли, никогда же бы их содержали. Вот. И поэтому это просто был позор, на самом деле, для стороны обвинения. Вот. А на стороне защиты выступили самые лучшие, самые авторитетные ученые России. Специалисты в области индуизма, философии, они дали свои экспертные заключения. То есть там такие вот папки экспертных заключений с разных университетов, институтов. Представляете, то есть ребята наша защита вот, они просто Цовсковская, вот это вся наша, наши предны, которые там, они потрудились просто удивительным образом, чтобы защитить от других. Вот. Бхакти Вигиан Нагасай Махарадж, он в Индии прервал свое лечение, в Индии он вместе с Капала Кришна Махараджем они сделали просто чудо, то есть они смогли донести до индийской общественности то, что происходит. Это вызвало просто взрыв, да, вы все знаете ситуацию. То есть по утверждению индийских парламентариев первый раз за всю историю индийского парламента в парламенте было единение. Все выступили в защиту Бхагаваджида, даже коммунисты. То есть все за эти защиты, и когда эта самая информация о судебном Бхагаваджида проявилась там, то парламент был просто блокирован, работа парламента была блокирована, то есть прекратился, и все только и делали, чтобы возмущались. Бхагаваджида. Все вылезло на высший дипломатический воин. Вообще, это, конечно, все игра была. Игра. Я помню, как я рассказывал эту Лилу. Я рассказывал эту Лилу, по-моему, на фестивале, российском фестивале. Хотите, я расскажу? Да. Лила, в принципе, она, и она есть в источнике, вы ее знаете. Когда было первое судебное заседание, начали поднимать эту тему с зоопарком, что Прабхупан, то там был даже не зоопарк, а был только один персонаж. Там на первом судебном заседании, в котором я присутствовал, там люди обсуждали вопрос, почему Прабхупан называют именно Аслами. А лингвист он пытался объяснить, что осел, понимаете, он такой профессор, такой лингвист, он говорит, понимаете, осел, это тупое такое животное, которое еще упрямое, плюс ко всему. Вот. Они такие, я такие его слушаю. Я думал, что они прицепились к этому ослу, именно осел. И потом до меня дошло. Это же на самом деле Дену Касуров. Дену Касуров наша традиция обозначает осел, Дену Касуров. Означает тупость в вопросах духовных истин. Тупость и упрямство в вопросах духовных истин. Эта девушка как раз напала на кого? На Балараму. На олицетворение всех гуру. И судебный процесс, в котором я присутствовал, он происходил как раз за день до явления Господа Балараму. То есть это было реальное нападение Дену Касуры на самом деле. И он возмущался. А что это тут про меня тут говорит? Прокупада про меня говорит постоянно. И дальше ситуация развивалась. Это была моя догадка такая. Я, в общем-то, не придал особого значения. Я подумал, ну хорошо, посмотрим, что будет дальше. Дальше ситуация развивалась таким образом. То есть смотрите, когда была назначена вторая судебная экспертиза, я думал, что судебный процесс будет длиться и закончится только в следующем году. Я дал себе такую, ну, как сказать, проверку, что если судебный процесс закончится в этом году, то это будет еще одним подтверждением, потому что это год осла. 2011 год. То есть если они в этом году закончат, это означает, что не просто год осла ушел, а это означает, что Дену Косу сдох. Это конкретная вещь. И потрясающая вещь, то есть судебный процесс. Они назначили судебный процесс, там появился представитель по правам человека от президента, и из-за него судебный процесс перенесли, то есть он должен был ознакомиться с материалами дела. И я думал, что все, как в следующем году. Но они назначили судебный процесс на предпоследний день. И на этом предпоследнем дне судья потерял общий интерес к процессу. Мы думали, что она уже приняла решение против Бхагавадгиты. Но в конце, когда все аргументы были высказаны, она просто прервалась, сказала, что все, аргументы прокуратуры мы не принимаем. Все, то есть она приняла решение в пользу Бхагавадгиты. То есть это было сделано за день до Нового года. То есть буквально в последние дни Нового года. Я размышлял о том, что же является причиной. Почему вот это все произошло и из какого это перепугу вообще Динукасу разобрел в Томск. По идее ему надо нападать на Вриндаун, там, во Вриндаун, на Томск. Далеко не Вриндаун, что его понесло в Томск, в сибирский город. Когда я размышлял над этим, я вот эту вещь для себя понял, что вот когда мы начали проект строительства Вайшнанского поселения, это был такой вызов, то Динукасура похоже привлекся, потому что на самом деле там в тот момент ощущалось присутствие Прокурпада, потому что это было его очень сокровенно и неисполнено желание, чтобы преданные жили, да, общиной, простая жизнь, вот эта вся вещь, которая для Шелупупада очень важна. И мы чувствовали присутствие Прокурпада, малыхстаз какой-то, вот мы строили, мы вместе там работали, мы потом вечером воспевали, мы мечтали, то есть это был настоящий духовный мир. Ну, это само собой. Вот. И вот эта вот вещь, она очень сильно раззадорила, значит, наших друзей. Вот. Деду Косора пробежал туда, и если бы не было вот этого ситуации с Кандинкой, то есть вот разрушение дома, там, который ФСБшники устали, ну, там, и они на самом деле оказались под влиянием вот этой вот проповеди сиктаборцев, то есть люди просто оказались сбитыми с толку. если бы не было вот этой ситуации с общиной, то не было бы процессов благоводгитой. Это полностью соответствует самому сценарию Лилы, потому что Деду Косора, он нанес Баларами два удара. То есть первый удар Баладева стерпел. Мы тоже стерпели, когда была вся эта ситуация с Кандинкой. То есть мы не защитили ее практически. И к чему это привело? Это привело к тому, что Деду Косора еще больше обозлился. То есть такая природа зла, если ему не давать отпора, она просто набирает силу и становится еще наглее. И они решили замахнуться на Багавадгиту. То есть Деду Косора нанес второй удар. Когда уже второй раз он нанес удар от судна Багавадгиты, тогда уже Баларама схватил его за ноги и начал раскручивать. И вот это вот вращение Деду Косора, в результате которого он испустил дух. Это было что? Это было не что иное, как этот международный скандал, который возник. Это вот то есть по мере этого скандала Деду Косора просто сдох. И следующая вещь, которая произошла после этого Баларама, он куда Деду Косору запылил? На пальму. То есть позор тех, кто начал процесс на Багавадгиту, он появился на самом высоком дипломатическом уровне. То есть именно там это было все озвучено. Труп Деду Косора он был именно там на высоком дипломатическом уровне. И именно оттуда он свалился уже. Потому что когда был последний судебный процесс, то все понимали, что судья уже решение принял. То есть процесс был уже мертв. То есть Деду Косора уже сдох к этому моменту. И очевидно, как это в России бывает. Почему судья принял решение? Потому что был звонок сверху. Все, Деду Косора сдох. Заканчивается это безобразие. И судья она такая «Ну все, ребята, дело закончилось». Понимаете, это игра, это полностью вот эти аспекты присутствуют там, то, что происходило. поэтому мы должны понять, что ситуация она трансцендентна, что это проявление было самого Шилопрупады с Господа Баларамы и у этой Лилы будет продолжение. Вы помните, что дальше было? Там же ослов много еще бегало. И когда услуги увидели, что Деду Ко мертв, они же принялись мстить, они бросились уже на кого? на Кришну, правильно. Сложение на Балараму. Балараму они уже побаивались, бросились на Кришну. Поэтому, если эта Лила, она имеет место быть, то мы увидим продолжение, потому что Лила это Лила, ее нужно доводить до конца. Посмотрим, как это проявится. Ну, вот это то, что касается Судан. То есть, теперь, конечно, ситуация, она очень, ну, она стала гораздо более прочной, сильной. То есть, после такого оглушительного удара, который нанесли, потому что все остальные ослы, они же помельче, это уже будет гораздо сложнее, людям говорить, что кришнаиты в Индии не признают. Нет, кришнаиты, это не, и в Индии никто не знает про кришнаитов. Это вот такая выдуманная религия. После того, как все индусы там объединились, эти парламентарии, правительства, министр там, все, кто только мог высказали свое мнение, кому теперь может в голову прийти, кто будет слушать теперь, да, вот этих ослов, их крики вот эти ослины, что кришнаиты, они не авторитетны и так далее. Это нереально. Вот. И, соответственно, у нас будет возможность проповедовать сейчас, может быть, более, ну, более спокойно. Но, мое понимание заключается в том, что вот эти вот ослы, вот эти как бы люди, которые олицетворяют невежество в вопросах духовной истины, демонического упрямства в этом во всем, они фактически нападают на движение сознания кришны не зря, потому что именно в этом движении содержится философия, которая способна объединить общество. Я говорю не потому, что я кришнаит, да, вот, а просто по той причине, что мы можем попытаться найти в обществе хотя бы одно религиозное учение, ну, в мире, вообще, и в России, в частности, можно попробовать найти хотя бы одно религиозное учение, которое признает легитимность всех остальных религий, то есть, которое говорит, что Бог один у всех, только у него разные имена, разные образы. Существует какая-то религия на планете, я обращаю внимание, не просто какое-нибудь имперсональное учение, типа, Бог есть все, он имперсональный свет, который пронизывает и Индию, и Россию, и так далее, а поэтому он один. Нет, имперсоналистическое учение, которое говорит именно о Боге, да, то есть, у которого есть имя, там, и так далее, атрибуты. Хотя бы одно учение, которое признает, что Бог один, просто у него есть разные образы, разные имена. Никакой реакции. Что это такое-то такое? Что это? Наше общество разрушается сектантским мировоззрением. Единственная причина, уничтожающая наше общество, это сектантское мировоззрение. И кто является создателем сектантского мировоззрения? Религиозные деятели, вот именно они являются авторами сектантского мировоззрения. мировоззрения. То есть даже в сознании Кришны есть такие люди с таким настроением они могут разрушать внутри, получается? Да. Сектантское мировоззрение, оно разрушает общину. поэтому у нас до сих пор нет развитых общений. мы будем завтра, когда будем говорить о общинных вещах, то сегодня более общее у нас такое обсуждение на самом принципе. Вот, я бы хотел первый итог подвести, давайте вопрос, да? Скажите, пожалуйста, для конъюнки какое-нибудь позитивное продолжение будет? Мы насчет конъюнки пока не знаем, скорее всего, продолжение будет, просто нам нужно решить вопрос с силовыми ребятами из силовых министерств, с ними как-то прийти к какому-то общему пониманию, потому что Дену Касуру их очень серьезно подставил, использовал, и я думаю, они сейчас фуражки сняли и чешут, думаю, что делать дальше, потому что на самом деле ситуация сложилась для них очень неблагоприятно, фактически опозорили страну и город, вот, и теперь надо просто решить, что мы будем делать дальше, то есть как мы будем дальше вместе жить, ну, то есть надо как-то просто по-человечески ситуацию обсудить и прийти к общему видению, тогда будет понятно, что будет с проектом, и с проектами, потому что после Кандинского вот этой всей затеи в России начали происходить вот эти вот начинания, при этом начали покупать землю и так далее, строиться, и очевидно, что если этот вопрос не будет решен, то наши социальные проекты, они будут под угрозой. Если мы надо решить со стороны. Итог? Да. Я хотел, чтобы это позади прозвучало. То есть мы завтра соберемся, знаете, что будет? Мы будем сидеть на работе друг друга, и вы будете на меня смотреть, как будто первый раз видите. Это я так шучу, но есть доля правды в этом. То есть я бы хотел, чтобы у нас сухой остаток получился от сегодняшнего разговора. То есть о чем мы сегодня говорили? Какие-то важные моменты, которые мы записали? Громче, говори, что все слышно. Что слуга-слуги это проявление внутренней энергии, когда проявляется бескорыстие. И в отношении духовного учителя мы должны видеть прежде всего это. Если это подходит, то всем становится. Хорошо, спасибо. Еще какие-то моменты были? Служим в гляне. Да, Владыч. Служить можно только слуге. Господин служить очень тяжело. Еще раз. Служить можно только слуге, в виде слугу. милость духовного учителя это проявление его бескорыстия. Бескорыстие или чего-то еще? Бескорыстие. 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 То есть в чем заключается минус духовного учителя по отношению к нам? Да, он открывает свое видение ученикам, он открывает свое видение слуги. Вот в этом ему милость. Еще такой момент, что слуга слуги слуги это поток такой, это служение служению просто. Вот такой момент парень. Что мы просто служим служением, которое который вот оттуда до оттуда, из высшего источника заказа. И все слуги его выполняют, и я тоже без услугов присоединяюсь, кто же этот заказ выполняет. Братство такое. Да. Еще мы говорили о том, что ученик должен взять на себя миссию, чтобы он был удовлетворен. Не пытаться удовлетворить его искусства, а именно через служение делу учителя. Что-то было еще? Или все? То, что вот эти качества, они уже не появятся, только когда проявляется вот это. То есть мы говорили о том, что эти качества, которые здесь Кришна описывает, они могут быть даже у неофита, если находятся вот в этом, действуют вот в этом понимании, в этой ситуации, да, оказывается? По длению, по длению. Сомнения есть, но у нас в какой-то момент уже прозвучал, каким образом сомнение, оно изменяется, уничтожается? Видел? 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 Да. Хорошо. Видел? Видел? Какое-то дально! Реп leave лично. Малан pierден. Видел? Бумали! Бумали! Н��ário убравить? aines ли? Нерм ה�атitsа выбравить? Сейчас. beschение Confелиться? Здесь. Да. Продолжение следует...